Всем привет! С вами Дима с самыми интересными и актуальными новостями за недавнее время от портала мозаика.ру. Поехали! Ульонский психолог рассказал, как бороться с хандрой. Специалисты настаивают, осень вообще не повод для грусти. Психолог Елена Хазараткулова поясняет, что осенняя депрессия наступает из-за снижения инсоляции. Это явление, когда нашу землю облучает солнечный свет. Осенью солнечного света, облучающего нашу землю, ну, по крайней мере, Россию нам так повезло, становится меньше. Из-за этого у нас уменьшается количество витамина D и падает настроение. Елена перечислила 10 простых правил, которые позволяют ульяновцам оставаться просто в мега бодрючем настроении, вот как прямо сейчас я. Немножко не по-русски было сказано, но пусть будет. Если вам интересны эти 10 простых правил, ссылка в описании под видео. Переходи и меняй вот такое выражение лица на вот такое. Ульяновским школьникам разрешили заниматься 5 дней в неделю. Почему это не произошло, когда я учился? Соответствующий проект разработан управлением образования администрации города. Уже сейчас руководитель учебных заведений вправе выбирать, учиться школьникам 5 дней или 6. Я думаю, если бы позволили выбирать это школьникам, они бы, конечно, выбрали 6-дневный. Так на пятидневку перешли уже 16 школ в Ульяновске, а также средние школы области. Также на пятидневку готовится перейти порядка 9 школ в ближайшее время. Сплошные радостные новости уже как-то и недостаток и насоляции не ощущается. Кроме того, практически во всех учебных заведениях города Ульяновска ученики начальных классов занимаются 5 дней. Ну и ожидается, что переход на пятидневную учебную неделю будет совсем скоро. В конце 2019-го, в начале 2020-го. Совсем чуть-чуть. В Ульяновске расписали соборную площадь. Каллиграфические надписи появились у здания правительства. Это проект «История внутри нас», который ведет ульяновский художник Юрий Вольфович. А Жириновского как? Вольфович. Владимир. Проглядый, кого некуда. Тем, кто не смог разобрать надпись, расшифровываем. На внешнем круге будет написано. Соборная площадь появилась в Симбирске в 1648 году одновременно с основанием города и была центром городского Кремля. На среднем круге написано. Свято-Троицкий кафедральный собор на внутреннем круге «История внутри нас». Ищите более подробно в ссылке под описанием. Это были самые интересные новости за последнее время от мозаики.ру. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайкушки и делайте все то, что обычно делают на Ютубе. Увидимся! Всем привет! С вами Дима. Са-са-са-са-са-са-са. Еще раз. На площади у здания правительства появились... Рядом со зданием правительства появились... Да, я не знаю. На правительство появились каллиграфические... Росписи. Собственно. Да, извини. Каллиграфические надписи появились у здания правительства. Это проект «История внутри нас», который ведет Ульяновский худович... Худович. Который ведет ульяновский художник Юрий Вольфович. Что, правильно, да? God damn. Маргари... Захарова, да? Так мы же в одном садике учились. Серьезно? Нет.